Первое октября, больше часа дня дочь была, котики все голодные. Насыпал я там кучку, она малышу уступила, видно ее малой. Насыпал я здесь, она что-то тоже не ест. В общем, домик у тебя классный, молодцы, с магазина люди. Так, куда я попал? Видите, как темно уже, без 10,7 уже. Но у вас оно даже светлее сейчас выглядит, чем на самом деле вот то, что я вижу. И, друзья, начинает холодать. Как-то, я не знаю, покровный салон не должно сильно измениться. Но я понимаю, что я нельзя дождевик, не зря кинул дождевик в сумку. Я думаю, что он мне понадобится через 3 часа. Потому что как-то уже, знаете, даже рукам свежо. А ногам нормально, ногам нормально. Потому что я босиком, шлепанца, все окей. Ну, как-то вот общая какая-то свежесть. Это мы в районе рынка, который по воскресеньям должна переходить в эту сторону. Классный район, как-то сдвинуть свой график, когда просыпаться буду. Не в 3, не в 4 вечера я погуляю. Здесь такие большие районные кварталы. Там за рынком, сбоку, то есть до объездной дороги. Вот тут между вот этой дорогой и объездной. Очень много улиц, домов. Надо погулять, изучить. О погоде я рассказал, когда шел на рынок. Цены на рынке тоже мы посмотрели. Огурцы по 5 лир. Очень-очень много можно было набрать сегодня огурцы. Вообще бочку засолить. Самый дешевый продукт дня сегодня в Алании на рынке. Это огурцы. Так, не больше. Я там дойду уже аж до этого. До Башкента, до налогового. Надо сворачивать идти на вторую линию. Давайте чуть пройдемся. У нас здесь никогда не было. Я хотел котиков показать. Давайте чуть пройдемся. Выйдем на вторую линию, как минимум с вами. Иду в Перлоплатину. Здесь Ильяс не ушел еще. Тут я никогда не ходил по этой улице. Это 100%, 1000%. Вот по этой, по которой мы сейчас идем. Там был, где котики были. Видел, старые дома. И по соседству с ними вот красивый домик. Блин, реально, друзья, домик новый. Называется он сейчас, про что скажу. Реально свежо. Свежо. Я же думаю, по-любому в 11-12 ночи по-любому будет, наверное. Ну, хотя нет. По градусам не должно быть прохладно. Эмине Бамья-Джи. Называется. Это дом интересный. Он такой. Реально крутой домик. Очень интересный, необычный дизайн. Окна. Это, по-моему, еще не видел. Тоже магазин BIM здесь есть. Смотрите. Прямо в этом доме, получается. И хвостики сидят возле BIM. Елки-шпалки, они же, наверное, голодные тоже. Хвостики. Смотрите. Смотрите. Вы видите это? Я иду в эту сторону. Сразу летит. Боже, у вас же тут раз, два, три, четыре. У меня ж не такой большой запас. Выдать вам по чуть-чуть хотя бы и доеда. Хвостики. Сейчас выдам по чуть-чуть. Как вас пройти? Сейчас, друзья. Да. После дождя на всех людям прям подходят и просят. На-на. Иди сюда. На-ти. На-ти. По чуть-чуть понасыпаем. Идите, кушайте все. Все. Понасыпал. Густики накормим. Кушай, кушай, красавица. Кушай, кушай. Кушай, иди. Ты больше всех просила. Под машиной он еще сидит. Сиди, кушай. Разберулся. Я много насыпал. Вот она привела свою родственницу. На нее похоже. Так. Я правильно. Не, ну. Ходите всегда интуитивно. Я всегда вас это молчу. Я здесь никогда не был. По сути, я не знаю, где я сейчас выйду. Но мне абсолютно все равно. Потому что я знаю, что там будет улица 25. А я не промажу, а выйду в любом случае на нее. Главное понимать, где горы, а где море. Тогда вы никогда не заблудитесь. Потому что было у меня как-то, как я ночью заблудился между ланиумом и метро. Там был момент, когда я не понимал даже, где горы, где море. Да, бывает это такое. Вот это было. Кто-то смотрел это видео, я снимал там. Я два раза там заблудился. Я оба раза ночью. Между ланиумом и метро. Там какой-то замкнутый бермудский треугольник. Ну, я надеюсь, что я выйду возле автостанции Джума-Пазара. Хотя бы приближенную. Недалеко от нее, чтобы недалеко мне было идти потом. Раскочить я сильно не мог. Потому что до Башкента там я видел, что до налогового еще надо было прямо идти. Я же все равно влево. То есть теоретически я должен прямо выйти на жума-пазары. Капец. Думаю, не зайтили к Шахину и не взять ли какую-то у него вещь одеть. Ну, теплую. Для теплой зимы, когда будет погода вот такая, градуса 18. Зимой. В общем, я куртку носил. Я ее выкинул с прошлого года. Дешевую. Простую. Как-то прохладно реально. Как темнит начало, так и. Видите, тут еще до 25-й улицы куча дорог. Ох он. Сейчас еще будем дорогу. Кто мяукает? Боже. Кто тут? Где ты? Иди сюда. Таким голосом. Как тебя не покормить? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты кушать просишь или что там делаешь? На. На. Выходи оттуда. Чего я, что под машину? Темно, я ничего не вижу Под машиной она или в машине она, я не пойму Уже внутри машины куда-то О, а тут он котик вышел Беременная, ты что ли? О боже, малышик, это ты мяукаешь Маленький, на Боже, не бегай, тут же дорога Тебя ж не видно, иди сюда Иди сюда, уйди с дороги, вот он, малыш На, кс-кс-кс Друзья, как его поймать? Сейчас буду пока это Не могу его оставить, потому что его реально Переедут тут очень быстро, если он будет туда-сюда Бегать Он опять побежал на эту сторону дороги Помните, сейчас мужчина не вам что-то Они остановились даже А, либо это ветеринарка, по-моему, которая А, это ветеринарка подъехала, которая его сейчас поймает Заберут, но в худшем случае в приют, но он будет живой Здоровый, его заберут сейчас в приют Перемасочку, видите Молодцы То есть уже Я, видите, кто-то, короче, их вызвал Кто-то их вызвал, они с Ну, с балкона, видимо, люди позвонили Видите, они так просто поймать Он бегает Машина, вот она, фирменная машина Вот ветклиники, или как правильно назвать эту организацию И его Короче, его, это самое, все будет нормально С ним его заберут Даже если он там будет в неволе, но он будет накормлен И он будет живой Потому что здесь он бы не пережил сегодня А до полуночек не дожил бы Его просто переехали Молодцы, видите, они приехали Сейчас Под машиной Не факт, что у него больно Это вот там, видимо, люди вызвали Которые-то Ну, и что он так кричал Тоже ему может быть лечение надо Или что-то нужно ему Перестал кричать, не могу понять, куда он делся А то ли он туда вниз спрыгнул Он что-то сказал На машину показал, не знаю Либо он машину влез Куда-то Короче, я ничего не понял Ну, в общем, они его Так, машина пошла Я ничего не сделаю В машину не залезу Кто-то выйдет Сейчас, может, люди догадаются Его хоть поймать Да, перенести куда-то Я ему хотел помочь Но я же ничего не могу сделать Если он прячется Надеюсь, что... Ну, он, конечно, должен понимать Что вот это едут фары Как бы не должен под них кидаться Будем молиться, чтобы котик же не остался Чтобы все с ним было хорошо Думаю, кто-то выйдет Все равно сейчас попробуют его поймать Потому что он же кричит под окнами Он кричит истерически Люди просто не могут не отреагировать Ничего не так быстрого Ну, опять же, а что они могли сделать? Машины тут без сигнализации Они же не полезут машину разбирать Если он внутрь залез Поэтому они уехали Так бы, конечно, они его забрали бы В принципе, он до этой минуты Если дожил этот котик Значит, он все-таки по дороге Не должен бегать Должен понимать Да, бывают такие вещи Малыши больше всего страдают, конечно, от машин Взрослые кошки Они уже как-то интуитивно У них уже жизненный опыт Как-то они уже понимают Особенно, кто пробегал Там бывает такое, что кошки Как я вам рассказывал Даже у моих подопечных Был, что пробегают Прям чуть ли не под колесами машины Чудом выживают Потом они обходят стороной Это все И запоминают на всю жизнь А малые, конечно Сложнее им понять, что это опасно Да, котик? Котик? Иди сюда Иди сюда Я черных обожаю У меня сейчас самая любимая черная живет Поздно Дома, можно сказать Можно сказать Почти у меня дома Иди сюда, черненький Ты точно кушать хочешь? Да Так Снимай, еще кормить буду Таким темпом я до маяка не дойду Неда закончится Бутылочка первая заканчивается И все Да, если зайти Вот кто хочет Ну, у кого есть возможность Прежде всего То есть это не то, что там Мы прошли по набережной И все Да, там как-то Все уже мы знаем Сколько надо корма Сколько котиков мы встретим А здесь, друзья Все сложнее Вот зайти вот чуть дальше Второй линии И тут столько Котового встретить И они Ну, нельзя сказать Что они прям смертельно Голодные Но в основном Да, да Кормят тоже люди Конечно, люди живут везде Но тем не менее Там котиков Вот мы вышли на 25 улице На второй линии И вот Туда идите и кормите Можете хоть 10 килограмм Брать с собой корма Поверьте Он у вас весь разойдется Потому что Вы будете встречать Очень много котиков И Большая часть из них Будет голодная Так Рома идет Не вздумайте меня переехать Я людям нужен еще И видите Как я и сказал Я вышел на здание Вон, которое Возле Чаадашкундура То есть В принципе Четко все Я попал Попал, как и Интуитивно Планировал сюда выйти Даже честно Даже не верил Что прямо так Четко-четко Выйду именно На это здание Где Чаадашкундура Вот, интересно Вот теперь Этот, конечно Покоя Мне не будет Давайте Надеюсь Люди Выйдут И Хотя бы Его кто-то Может быть Куда-то Во двор Себе занесет Но не будут Они терпеть Если он еще часу Так будет мяукать Конечно же Кто-то отреагирует Выйдет И водителя машины Найдут Если захотел Эти просто Скорее всего Спешили Они ездят По вызовам Поэтому они Конечно Час не могут Стоять Ловить кошку Они взяли Специальное приспособление С мешочком Сразу В смысле В чадаш Я пойду Но потом Зайдут В гости Зайти Сразу Секундочку Они может И внутри Сидят Внутри Не буду Сейчас Холодно На улице На улице Реально Холодно До того Начну Чувствовать Холод Что мне Хочется Шапку Одеть Не только Куфту Или Куртку Что-то Странное Вроде Как 22 Должно Быть Ниже Не должно 21 Только Под утро Там Нарисы Неда Там Уже Конечно Экстремальные Температуры Для теплого Летнего Месяца В котором Являлся Всегда Октябрь Ничего Не вижу Подсветили Не пойму Где ступеньки Где живут Доми Все ступеньки Эти наизусть Знаю Что Недрнуться Можно Не знаю Где ступеньки И сколько Дома Ощерб Сейчас Пойдем Зайдем До первоплати Брата Вам покажу Раба 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 Рвет Мама Дядя Али Привет Как ты Нормально Холодно Иду Чувствую Одеваться Скоро Придется Ладно Он занят Я потом Еще приду К вам Пойдемте Дальше Пока Не выключился Не Ну Если Вот так Вот Будет Как Сейчас То Я Выдержу Хоть до Часа Хоть до Двух Но если Будет Еще Градус Холоднее А если Будет Еще Ветер Если Я Вылезу Туда Где Море На Маяке Вылезу Наверх Будет Дуть Еще Ветер То Это Уже Реально Будет Холодно Дождев Дождевик Дождевичок Все Реально Я взял Не Зря Злый Текстиль Мурат У нас Здесь Сегодня Показал Видео Выставку Запаковывал Вакуумную Упаковку Дел Из Подушки И Постельного Белья Привет Видел Видео Класс Я Позже Солой Вторник 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 Во сколько 5-6 Будет Да Будет Окей Друзья Приходите Ждет вас Мурат Всем Сделать Вакуумную Упаковку Купить Что-нибудь Большое Оно Становится Маленьким Здесь Аптека Вон Выходной Сегодня Видимо По воскресеньям Омер Идем В первое Платину Котик Привет Как Получилась Прогулка У нас Друзья Шел С района Рынка Который По воскресеньям Будьте здоровы Не сидите Под кондиционером Музыка у них тут Можно купить Даже за 99 евро Клоточку Есть еще Такое-то Из замшевая И кожа Тут тоже есть Друзья Ну 100 евро Со 100 евро Начинаются Цены Все Сейчас Сделаем Быстренько Видосик Надеюсь Вам прогулочка Понравилась За кота Давайте будем Молиться За него Я надеюсь Что все будет С ним Хорошо Он выживет Может Кто-то Вообще Сейчас Себе Заберет Посмотрит Что он Мяукает Так Пожалеет Что-нибудь И Заберет Может быть Даже К себе Ну Или По крайней Мере Хотя Бо Найдут И Вытащат Оттуда Куда-нибудь Где Машин Нет Все Пока Кстати Здесь Прошел Станок Сало Теплее На Автостанции